Всем привет! С вами дядя Паша и выпуск Fusion 365, который вы сейчас посмотрите, это будет юбилейный, сотый выпуск проекта. Я вас с этим категорически поздравляю и считаю, что это наша с вами общая заслуга. Без ваших комментариев, без ваших лайков, обратной связи, поддержки, да просто без ваших просмотров, это было бы просто невозможно. Еще раз спасибо. И на юбилейный выпуск у нас выпадает тема параметризации. Мы продолжаем начатую серию. И задача на сегодняшний выпуск параметризовать вот этот комод, над которым мы с вами работаем уже несколько выпусков. Нужно оговориться. Во-первых, это модель комода, это не финальная версия. Здесь боковые стенки, например, это еще разные компоненты, как и верхняя и нижняя крышка. В модели нет операций Move и Capture Position. Все компоненты, все детали строятся по месту. И все, что держит эту модель вместе, это две операции Rigid Group, три слайдера для выдвижных ящиков и один Joint, но вот он как раз за рамками нашего сегодняшнего выпуска. Вообще говоря, идея выпуска, то есть параметризовать уже существующую модель, это неблагодарная задача. Потому что, вообще говоря, так не делают. Если вы строите модель, которая должна быть гибкая и должна реагировать на изменения каких-то выходных параметров, то, скорее всего, вы подразумеваете ее такой изначально. И уже изначально закладываете возможность изменения. Кроме того, здесь применены, например, операции Offset Face. То есть мы подгоняли детали под нужные нам размеры. Это тоже не самая удобная операция для параметризации. То есть, грубо говоря, у нас, вот мы сделали, тут есть какие-то костылики, косячки, и нам сейчас их нужно будет узаконить с помощью параметров. Ну вот, давайте относиться к этой задаче именно так. Ну, например, вот самый первый эскиз, который мы сделали, он выглядит вот так. Здесь высота комода 600 миллиметров, а потом мы боковые стенки удлиняли для того, чтобы сделать соколь. Вот, как раз для этого мы применяли Offset Faces. Вот вторую операцию. Для того, чтобы решить поставленную задачу, мы используем меню Parameters. Здесь я создал несколько базовых параметров, то есть параметров, значения которых мы задаем явно в виде неких числовых значений. В частности, что у нас здесь есть? Здесь есть высота комода, базовая, базовая высота комода, еще до удлинения боковых стенок. Здесь есть ширина комода, глубина комода без учета фасадов ящиков, и три параметра, задающие толщину материала. Основная толщина стенок 16 миллиметров, толщина задней стенки дна ящиков 3 миллиметра, толщина фасадов, и параметр, задающий зазор между ящиком и стенками. Кроме этого, для того, чтобы упростить себе задачу, мы создадим несколько параметров, которые будут вычисляться на базе заданных базовых параметров Это нужно для того, чтобы упростить задачу и чтобы не писать выражение каждый раз По сути, задачу можно переформулировать следующим образом Нам нужно сделать так, чтобы все параметры в модели, ну или, по крайней мере, большая их часть, значимая часть, не задавались напрямую в виде значения, а вычислялись, исходя из базовых параметров Либо напрямую брались эти значения, либо значения базовых параметров участвовали где-то в выражениях Вот с этой задачи и начнем Сейчас создадим несколько вспомогательных промежуточных вычисляемых параметров Для этого используем сечение, чтобы было более наглядно, понятно И зададим первый параметр, это будет высота сегмента Сегмент это будет некий объем комода, который занимает один выдвижной ящик У нас ящиков три, соответственно, будет три сегмента Создаем параметр, сегмент, сегмент хейт Так, высота его будет, значение параметра будет вычисляемое Мы берем базовую высоту и делим ее на три Относительно деления на три Наверное, возможно создать модель, в которой количество ящиков также будет параметризуемо Однако, мне кажется, что когда вы попытаетесь это сделать, вы придете к тому, что гораздо проще создать несколько моделей Которые будут, каждый из них, подразумевать какое-то определенное количество выдвижных ящиков То есть у вас будет отдельная модель для двух ящиков, отдельная модель для трех, отдельная для четырех Это будет некая компромиссная по сложности решение Мне кажется так По крайней мере, в рамках данного занятия цифру 3, то есть количество выдвижных ящиков, мы параметризовать не будем Мы ее задаем жестко Итак, мы создали высоту сегмента После этого давайте посмотрим, что у нас еще есть здесь Здесь есть высота вот этой планки, широкой Это будет параметр, назовем его борт 1, ширина Он будет вычисляемый, будет зависеть от сегмента И пусть это будет, ну я не знаю Здесь у нас было задано в 60 мм, то есть 30% от высоты сегмента Пусть это будет так Посмотрим, если что-то не пойдет, то мы каждый раз, ну мы можем легко это изменить в дальнейшем Дальше, что у нас есть высота вот этого, я думаю, мы это сделаем параметризацией Есть расстояние от дна ящика до нижнего края сегмента Это бокс габ Пусть будет так называться Пусть это будет что-то вроде бы высоты сегмента 10%, давайте возьмем 20 мм Ну, похоже на правду, попробуем с этого начать Дальше у нас есть высота стенок ящика Да, бокс Хейт Опять же, зададим зависимость от высоты сегмента Ну, допустим, мне кажется, 50% от высоты, это разумная цифра Окей Что еще? Что еще? А, да, мы здесь сделали offset phase Тем самым сократили высоту фасадов Вот, зададим это смещение Face gap Там было 30 мм Ну, значит, это будет высота сегмента умноженная на 15% Опять же, будем придерживаться тех параметров, которые мы уже использовали Посмотрим, как они работают на модели Что еще? Ну, я пока ничего больше не могу вспомнить Если будет необходимость, мы создадим новые пользовательские параметры Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно все размеры, все параметры операции Заменить на использованные нами, заданные нами пользовательские параметры Начнем это сделать с самого первого эскиза Откатившись в таймлайне назад Так, здесь у нас коблиц Ширина Здесь базовая высота Стоп скетч Следующая операция Экструд Здесь мы задаем глубину комода 400 мм мы меняем на глубину Cup depth Следующая операция Это у нас Что? Shell Здесь, соответственно, используем параметр wall thickness Это базовая толщина стенок Затем две операции split body Extrude Здесь мы создаем заднюю стенку Используем distance Minus Back thickness Минус используется потому, что Ну, вот Такое направление То есть мы сейчас не Меняем направление и знак Мы просто меняем Значение Подставляем переменную туда Создаем Создается компонент Ящик Еще один эскиз Так Edit sketch Ага Это базовый эскиз Для создания ящика Хорошо Здесь нам много чего Нужно поменять Здесь у нас, конечно же Высота сегмента Параметр, который у нас Очень много сегодня используется Здесь Box height Так А здесь Box gap Зазор Он стал немножечко ниже И вот эти вот Расстояния Это все gap Это зазор То есть наша задача Сделать так Чтобы все Абсолютно все Размеры Были Вычисляемыми И мы это сейчас Постепенно с вами Сделаем Так Я не помню Почему здесь Четыре размера А не один Offset Я Не помню Этого Это не важно Так Дальше Extrude у нас есть Edit feature У нас to object То есть до задней стенки Offset Опять же Gap Включим сечение Чтобы проверить Что все в порядке Да Наружи не выходит Дальше Опять же Shell С тем же самым Параметром Wall thickness Дальше Несколько операций Split body Еще один эскиз Этот эскиз Получается Чисто проецированием Здесь нечего менять Он уже привязан К существующим телам Extrude Мы делаем Дно ящика Опять же Back Thickness Еще один эскиз И вот так вот Опять проекция Нечего менять Здесь Extrude Здесь мы задаем Параметр Face Thickness Толщина Фасада Еще несколько операций Создания Компонентов Rigid body И Операция Создания Массива Хорошо Здесь Конечно же Мы задаем В качестве Значения Расстояния Сегмент Высоту Сегмента Нашего Количество Мы договорились Что жестко задано Три Ящика Здесь у нас Distance Type Spacing Все в порядке Окей Проверяем Очень интересно Вы видите Что почему-то Не сохранилось Значение У меня такое уже было Я не могу пока Объяснить В чем дело Попробуем Еще раз Задать Окей Еще раз Проверим Нет Опять не сохранилось Вот Мне интересно Почему это Получается Но Высота Сегмента Так Так Ну вот 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 Я не могу Это объяснить Давайте просто Контролировать Будем Будем проверять Что здесь После изменения Параметров Дальше У нас Создается Слайдер Здесь у нас Есть Такой параметр Как Максимум То есть Максимальное Расстояние На которое Выдвигается Ящик Я предлагаю Его так же Привязать К существующим Размерам Так Дровер Мувмент И задать Следующее Значение Глубина Комода Помноженная На 0.75 То есть 75% От глубины Комода Ну Такое Значение Мне кажется Вполне Разумным Попробуем Здесь задать Его Если честно В прошлых Дублях У меня Опять же Вот это Значение Он не сохранял Я имею ввиду Fusion Хотя принимает Прекрасно Окей Вот опять Вот опять Ну что такое Почему Edit Feature А здесь Опять D52 Еще раз Попробуем Ну вот Вот это Безобразие Конечно Ну Мне кажется Это больше Бага Чем Фича Хорошо Не будем Пока Это задавать Но Попробуем Потом Еще раз Дальше Идет Offset Faces Здесь Вот это Смещение Мы Задали Такой Соответствующий Параметр Это Face Gap Задает Просвет Дальше Мы создаем Вот этот Угол Я не думаю Что есть Смысл Его Параметризовать Оставим Минус 15 градусов Следующая Операция Здесь У нас Задаются Параметры Вот этих Планок Которые Закрывают Просвет И образовавшиеся Вскроем Ненужные Детали И посмотрим Что здесь Можно параметризовать Во-первых Конечно же Толщина Толщина Это Wall Thickness Здесь То же самое Wall Thickness Этот Параметр У нас Есть Борт 1 А этот Параметр Я предлагаю Удалить И привязать Его к Верхней Кромке Фасада Например Таким Образом Привязать Опять же К Сегмент Height На 0 5% Перекрытие Получается В 5% От Высоты Сегмента Здесь Тоже У нас Осталось Одна Несделанная Привязка Мы Сделаем То же Самое Сегмент Height На 5% Все Черненькое Все Задано Стоп Скетч Вернем Видимость Спрятанных Деталей Создаем Компонент Дальше Extrude У нас Здесь Проверим Так Он создается To object То есть От стенки До стенки Все Здесь Нечего Задавать Здесь То же Самое От стенки До стенки Еще один Массив Ну Здесь Я не знаю Честно говоря Попробуем Посмотрим Получится Это записать Нет Странно Странно Это баг Ну Идем Дальше Нам нельзя Об нее Спотыкаться Edit Feature Это Расстояние На которое Смещается Грань Боковых Стенок У нас Это Есть Это Как раз Ширина Планки Затем Copy Paste Joint Это Я уже говорил За рамками Занятия И Rigid Group Чтобы Все Связать Воедино Теоретически Мы сейчас Полностью Параметризовали Комод С чем Я вас Поздравляю Проверим Так Вы видите Здесь Очень много Параметров Уже Поменялись На Соответствующее Выражение Кстати Давайте Попробуем Здесь Задать Вот Те Самые Границы Движения Вот здесь Задалось Так Тут Окей И Еще Одно Так Проверим Записались Ли Они Это чудеса Теперь Записалось Попробуем Также Поменять Расстояние В паттернах Здесь У нас Должен Быть Сегмент Хейт Так Записался И Следующий Паттерн Где у Нас Где Следующий Паттерн Я Не Вижу Вот Так Здесь Сегмент Хейт Окей Так Еще Раз Проверим Записалось Хорошо Здесь Тоже Записалось Прекрасно Проверим Как теперь Наша модель Реагирует На изменение Базовых Параметров Что мы Поменяем Базовую Высота Сделаем Чуть повыше 700 Миллиметров Растянулся Хорошо Сделаем Чуть Поуже 400 Миллиметров Ширина Хорошо Сделаем Сделаем Более Мелким По глубине 300 Миллиметров Хорошо И Также Можно Продолжать Со всеми Остальными Параметрами Если Если нас Не устраивают Служебные Вот эти Промежуточные Коэффициенты Которыми Мы задавали Отношения Между Следующими Параметрами Так Сечение Уже Не задевает Его Даже Немножко Сдвинуть Чтобы увидеть Что там Внутри Происходит Так Ну вы видите Что все В порядке Все в порядке Все Пропорционально Изменилось Все Ездит Выдвигается В общем Задача Решена Спасибо Большое За просмотр Спасибо Что Вы С нами На протяжении Уже 100 выпусков Уже Теперь 100 Выпусков Проекта Fusion 365 Как обычно Если информация Была полезна Ставьте лайк Пишите Комментарии Они ложатся В основу Следующих Выпусков Просто Смотрите Новые Видео Это очень здорово Спасибо вам Оставайтесь на канале До новых встреч Пока-пока